Привет! Сегодня расскажу про цихлозому Северум. Хотя, согласно последним изысканиям ученых, эта рыбка уже не принадлежит к роду цихлозом, будем миновать ее по старинке, чтобы не путаться. Еще этих замечательных рыб на постсоветском пространстве называют ложными дискуссами, из-за некоторого внешнего сходства. А за пределами бывшего Советского Союза у этой рыбки более резкое название – дискусс для бедных. Родина Северумов – северная часть бассейна реки Амазонки и река Оренока. Для обитания выбирает места поглубже, заросшие растениями и заваленные корягами. Питается в природе червями, планктоном, мальками других рыб, водорослями и детритом. Впервые этих замечательных рыбок обнаружили в начале 19 века. Нашел их в реке Амазонки во время своей экспедиции путешественник-изоолог из Австралии Иоганна Террор. Описал их и дал научное название – Иоганн Хеккель в 1840 году. Тело у северума высокое, массивное, сжатое с боков. Очень напоминает дискусса. Природная окраска зависит от места проживания. В основном они окрашены в коричневатый, зеленоватый цвет, в крапинку, а брюшко – желтоватое. У молодых северумов хорошо видны несколько темных полос, которые с возрастом почти всегда пропадают. Хвостовой плавник от желтого до зеленого брюшные спины и плавники темные. В природе могут вырасти до 30 сантиметров, в аквариумах обычно до 20. Прожить могут около 15 лет. Самец крупнее, у него хорошо заметны крапины или узор на жаберных крышках и мордочке. Однако у многих цветовых вариаций северума они незаметны. Также самцов от самок отличает удлиненные спиной и анальные плавники. Также расцветка у половозрелых самцов поярче и понасыщеннее, чем у самочек. В дополнение к природному окрасу люди вывели целую кучу цветовых форм. Самые распространенные – золотой северум с различными вариациями желтого. Золотой красноточечный северум – очень популярная цветовая форма, на желтом фоне красные точки. Северум – красноплечий, у него позади головы красно-оранжевая полоса. Голубой изумруд – еще одна из популярнейших цветовых форм, синеватый изумрудный окрас с темными пятнами. Хоть северумы и крайне похожи на дискуссов, к условиям содержания они не такие требовательные. Температура воды подходит от 23 до 29, кислотность 5-7, жесткость от 6 до 20. Предпочитает мягкую воду, но в условиях аквариума уже приспособились и спокойно живут и в жесткой воде. В идеале для парацехлозом нужно от 300 литров и аквариум должен быть не слишком мелкий. Если выращивать северума в малом объеме невысокого аквариума, то вряд ли он будет похож на дискусса. Скорее всего он будет удлиненной формы. Только большие объемы высота аквариума позволяет вырастить северума с дисковой формой тела, похожей на дискусса. Это касается только молодежи. Взрослых можно содержать и в низких аквариумах. Рыбки от этого форму не потеряют. Очень важно установить в аквариум хороший фильтр, создающий среднее течение. Аэрация тоже не помешает. Раз в неделю стоит подменивать до 30% воды на свежую. В аквариуме к месту будут укрытия из крупных камней и коряк. Очень желательно, чтобы они разделяли водоем на отдельные территории. Это будет особенно полезно, если в аквариуме несколько цихлозом северум или много соседей. Так рыбам будет проще выделить себе безопасную территорию. В качестве грунта подойдет мелкая галька. Растения лучше выбирать жесткими листьями. Мягкую зелень северумы могут слопать. На поверхность можно пустить плавающие растения. Они помогут создать места с уютным тусклым освещением, которые могут понравиться цихлозомам. Северумы не очень агрессивные рыбки, если только дело не касается нереста. Если рыбки содержатся в стае, то среди них могут частенько возникать драки. Вот тут и спасут большой аквариум и разделение его на зоны при помощи декора. В большом объеме северумы могут запросто уживаться с другими не слишком агрессивными цихлидами, близкими к ним по размеру. Слишком мелкую рыбу, например неонов и гуппи, сажать в соседей к этим рыбкам не стоит. Северумы могут принять их за еду, особенно крупные северумы. Хорошее сбалансированное питание может здорово снизить агрессивные настроения у жителей аквариума. Долгое голодание повышает агрессивность. Цихлозомы северум – всеядные рыбы, поедающие живые, замороженные и качественные сухие корма в виде гранул или хлопьев. Любят растительную пищу. Из живого отлично подходят мотыль, трубочник, дождевые и мучные черви. Из растительной подкормки хорошо поедают сухие спецкорма, листья салата, шпината, зеленый горошек и мягкие листья аквариумных растений. Нельзя кормить говяжьим сердцем или печенью, они плохо усваиваются и могут привести к болезни ЖКТ. Кормить лучше пару раз в день понемногу. Северумы склонны к ожирению, которые приводят к болезням и бесплодию, особенно у самок. Размножаться они начинают в возрасте двух лет. Именно тогда начинает определяться пара и начинается выбор территории для жизни и нереста. В идеале для подбора пары необходимо приобрести стайку, из которой по мере взросления парочка выделится сама. Нужно быть готовым к тому, что две самки также могут образовать пару. Они даже могут имитировать нерест. Мальков, естественно, от такой сладкой парочки ждать не стоит. Что интересно, если такую пару разделить и подсадить к другим самцам, то толка обычно от таких манипуляций не бывает. Самки самцов не принимают и все тут. Нерест может проходить и в общем аквариуме, но тогда может пострадать как сохранность соседей, так и будущих мальков от слишком шустрых соседей. Можно, например, убрать соседей из аквариума, а потом выловить подросших мальков и вернуть соседей. Но лучше, если для парочки будет организован отдельный нерестовик. Для этого вполне подойдет аквариум от 100-150 литров с водой того же состава, что и в общем. Для стимуляции нереста можно почаще подменивать воду, например, пару раз в неделю и поднять температуру на пару градусов. Из кормов в это время лучше выбирать живой. Также замечено, что добавление в нерестовик дафни или живой пыли стимулирует нерест. Видимо, такое обилие корма для будущего потомства нравится родителям. Скорее всего, это остатки природного инстинкта. В нерестовике должна быть плоская поверхность для кладки икры. Если будет грунт, то северумы скорее всего будут копать его, пока не появится дно аквариума. В общем аквариуме они будут усиленно сдвигать камни и декорации. Нересту предшествуют красивые брачные игры, после которых очищается место. Самочка откладывает икру и самец ее тут же оплодотворяет. Икринок может быть в среднем 500 штучек. Все зависит от возраста и размера самки. Родители ухаживают за икрой, удаляя мертвую и обмахивая плавниками живую для лучшего доступа кислорода и удаления с нее грязи. Через 3-5 дней появятся личинки. Через неделю они поплывут и начнут питаться. У молодых северумов не всегда получается ухаживать за икрой и мальками, они могут запросто их слопать. Можно попробовать еще пару нерестов, если ничего не получается, то придется кладку с икрой у таких родителей забрать и положить в отдельный инкубатор с аэрацией. А мертвую икру нужно будет удалить вручную. Видимо природные инстинкты из-за долгого содержания в аквариумах постепенно угасают, потому что заводчики сами стараются убирать икру от родителей для большего выхода мальков, даже если родители и не хотят ее слопать. С выращиванием мальков проблем обычно не возникает. Если мальки остались с родителями, то те будут помогать искать им первый корм, роясь в грунте. Также родители способны выделять специальный секрет из кожи, которым и кормятся мальки. Однако это не всегда происходит, но проблем это не вызывает. Мальков выкармливают микропланктоном, коловоратками, артемии и различными спецкормами для мальков. Можно давать резанный трубочник и мотыль. Где-то через три месяца они уже спокойно поедают нормальные корма для взрослых. Конечно, кроме крупных дождевых червей, их придется резать. Вырастая, они постепенно окрашиваются и приобретают форму своих родителей. Если объем и высота выростного аквариума достаточно большие, то форма мальков будет максимально приближена к дисковой. А если нет, то они скорее всего вытянутся в длину и поправить это в будущем уже нельзя. На этом про цихлозому северум все. Здоровья вам и вашим замечательным питомцам. Пока и до новых встреч!